Кайзер Представьте, что прошло много лет, и на просторах нашей галактики появилась огромная межзвездная империя, управляемая добрым и справедливым Кайзером. Нельзя сказать, что жизнь в ней так уж и прекрасна, ее по мере сил отравляют сепаратисты и инопланетяне, не понимающие, что у верноподданных Кайзера проблем хватает и без них. С этими нарушителями спокойствия приходится разбираться имперским дивизиям, одну из которых представляет главный герой игры — лейтенант Фогель. Первые проблемы появились еще тогда, когда от поддержки игры отказался автор вселенной Ник Перумов. Это серьезно надломило очередную веху в жанре стратегии. Далее разработчики только доломали несчастный шест окончательно, да и оставшиеся щепки к стратегиям отнести можно только с некоторой натяжкой. Лейтенант Фогель — один из лучших представителей Вооруженных сил Империи. Поэтому обычно ему, как тем стройбатовцам из анекдота, даже подчиненных не дают. Дескать, сам заработает и купит кого надо. На выбор предлагаются медик, ксенобиолог, техник и сапер. Каждый из них обладает определенными специальными навыками, которые можно успешно использовать в борьбе с врагом. Тут есть где развернуться стратегическому гению. Ведь у нас есть всего четыре места для помощников. Придется выбирать, кто нужнее и в каких количествах. Вместе со своей командой лейтенанты выполняют приказы, выданные высшим командованием. Помимо отряда настоящих героев, есть еще и обычные войска, читай, пушечное мясо. Выбор тут невелик. На каждую из трех сторон конфликта набралось по пять-шесть видов пехотинцев и техники. Ничему особенному эти слабаки не обучены, но зато их можно производить в больших количествах. Кроме всего вышеперечисленного, игра оснащена куцами экономической и ролевой системами. Первая покажется очень знакомой тем, кто играл в Company of Heroes. Им не привыкает, что достаточно просто захватывать контрольные точки, чтобы обеспечивать растущие расходы. Оттуда же потребность в боеприпасах, которые тратятся на специальные способности. С ролевым деревом дела похожи. Оно больше похоже на чахлый кустик. Никаких новых уникальных способностей для героя и его помощников нет и не предвидится. Можно лишь улучшить характеристики атаки и защиты, увеличить количество сопровождающих бойцов. Вот и вся ролевая система. Особых стратегических изысков от игры не ждите. При таком разнообразии видов войск и способностей выбор невелик. К этому надо добавить и то, что войска всех трех сторон похожи друг на друга, хоть и не как близнецы, но крайне близки к этому. Все склоняется в пользу аркадной составляющей игры, а именно, кто быстрее использует самую нужную способность командного отряда. Добавляют проблем танки, которые передвигаются со скоростью раненые улитки, обладают уникальной способностью теряться даже на совершенно ровной поверхности. До пункта назначения они, может, и доползут, но ближе ко второму или третьему штурму, в перерывах между которыми основная группа пехоты успеет отдохнуть на своей базе и устроить пару нападений в других местах. Графика в игре выглядит симпатичным. Особенно впечатляет гибель главного героя, когда камера делает торжественный круг около него, чтобы в подробностях запечатлеть это знаменательное событие. Если бы не было нужды загружать игру, можно было бы бесконечно любоваться этим трагическим зрелищем. Несколько портит впечатление обещанная всеразрушаемость. Конечно, заборы и прочие специально предназначенные для этого скалы уничтожаются быстро и просто, зато некоторые особо ядреные скамейки стоят под смертельным огнем не хуже Брестской крепости, а главный герой тут и вовсе запросто отражает головой каменные глупы. Вехой в стратегическом жанре тут, конечно, и не пахнет. Скорее аркада в стиле Сириус Сэм, только у нас есть помощники и возможность развиваться. Задание и сам ход их выполнения порой выглядят неплохо, но оригинальности, увы, никакой. Странная игра, в ней очень сложно определиться даже с классовой принадлежностью. То ли стрелялка, то ли стратегия с ролевыми примесями. Впрочем, одно ясно точно. Те, кто мечтал о стратегии в стиле Сириус Сэм, будут в восторге. Субтитры создавал DimaTorzok